Нейронные сети и искусственный интеллект уже прочно вошли в нашу жизнь. Теперь важно, чтобы молодежь освоила новые актуальные знания. В Оренблужье такая возможность появилась. Открылось профильное подразделение. Тут мы создаем словари, то есть список слов, которые нужны для обучения. Наставник рядом, настрой рабочий. 20 школьников седьмого по одиннадцатой классы разрабатывают датасеты для обучения нейронных сетей. Все ребята уже с начальными навыками программирования, но хотят научиться большему, ведь эта возможность участвовалась в крупных проектах. Я работаю здесь второй день и я решил прийти сюда, потому что опыт работы в таком возрасте безумно важен. Для труда все необходимые условия. Новые компьютеры с программами, комфортная мебель. Проект, над которым трудятся ребята, диалоговая система для помощи детям и подросткам в сложных жизненных ситуациях. Это позволит упростить решение многих проблем. Такой подход сегодня очень востребован. Системы искусственного интеллекта являются очень актуальными на данный момент. То есть человеческий мозг не может запомнить такое большое количество информации, которая сейчас в современном мире поступает. И как раз система искусственного интеллекта помогает человечеству решать очень важные стратегические задачи. Искусственный интеллект помогает решить финансовые вопросы. Например, его используют для оценки платежеспособности заемщика. Также во многих компаниях он становится основной технологией. Сегодня искусственный разум распознает патологии на рентгеновских снимках, маммографии, МРТ и КТ. А еще ускоряет процесс изучения результатов исследований. Достаточно всего несколько секунд. Кроме того, искусственный интеллект способствует новым открытиям. Среди первых работников на новой площадке в Оренбурге не только мальчики, но и девочки. Мама записала на курсы. Мне там очень понравилось. Я решила все больше курсов проходить. И в итоге приняли на работу. Интересно создавать что-то новое, создавать искусственный интеллект. Программирование меня увлекаетесь в 13 лет. И вот поэтому решила развиваться. К такой практике в Оренбурге приступили уже со знанием главных моментов. Еще в прошлом году была организована специальная проектная группа в Тюмени из участников от 13 до 17 лет. Тогда была поставлена цель понять, сможет ли группа такого возраста реализовывать проекты как взрослая команда. Сегодня в Оренбурге куратор отмечает, рабочий процесс идет с успехом. Все не зря. Главное – уверенность на каждом этапе. В первую очередь отшляю посредничество между заказчиком и самой детской группой. То есть выявляю интересы и потребности заказчика. Формирую определенные коммерческие документы, которые необходимы для самого регулирования процесса. И уже ставлю задачи непосредственно детям. И они начинают разрабатывать бизнес-логику, разрабатывать дата-сеты, обучать нейронные сети. С будущими профессионалами на новой площадке общается вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов. Выбор убедительный. Инженер, программист-разработчик, специалист по машинному обучению, научный сотрудник, который проектирует новые нейросети или менеджер проектов. Новая площадка – это обособленное подразделение одной из компаний-лидеров в сфере искусственного интеллекта. Важно, чтобы кадры остались в Оренбурге. Вполне реально, уже в 20-22 года зарабатывают зарплату по 150-200 тысяч. И если мы обеспечим такую зарплату для ребят, мы четко для себя понимаем, что они будут оставаться. Оренбург ничем не хуже других городов, а по многим вариантам он даже лучше с точки зрения той же транспортной доступности. В регионе есть все условия для создания технологической долины, добавляет Игнат Петухов. И будущие профессионалы могут внести в это немалый вклад. Планируется вовлечь молодежь в создание системы искусственного интеллекта Оренбургской области. У нас принята стратегия развития искусственного интеллекта до 30-го года. Это одна из федеральных крупных задач. Соответственно, это сквозная технология, которая в целом отрасли позволяет менять. И все ставки во всем мире на эту технологию сейчас, она просто на пике. Поэтому нужно брать самые драйвовые участки и вкладываться в них. Вот, собственно говоря, мы очень рады, что у нас этот проект случился. Карьерный путь со школьной скамьи. Так можно описать словами работу и в то же время обучение школьников. Насколько эффективно справляются с поставленными задачами первые сотрудники, можно будет сказать, уже в начале декабря. В это время появятся первые результаты. Сейчас ребята уделяют делу три часа в неделю. В будущем организаторы надеются, что уже успешные работники смогут делиться своим опытом с другими. Ведь за ними, как и за искусственным интеллектом, будущее. Тем более, что пример есть. Генгургский студент же уже однажды в истории человечества помог решить, пожалуй, самую сложную научно-техническую задачу. Я имею в виду Юрия Алексеевича Гагарина, чекаловского выпускника. В искусственном интеллекте сейчас тоже надо в космос улететь. Сейчас надо перейти к системе искусственного интеллекта следующего поколения, которые могут логически мыслить, которые могут мгновенно обучаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...